Давайте посмотрим ваши изначальные генпланы, где была нанесена река, она же была нанесена. Для защиты от паводков местным жителям необходимо берега укрепления. Опыт прошлого года показал, что откладывать решение проблемы нельзя. Каждый год река все ближе подбирается к участкам дачников. Сегодня в Сантоясное поляно поговорить с местными жителями приехали представители Енисейского бассейна водного управления. С этого острова раньше не было. Его намыло. Вот и вогу, и нам убрать, и река бы взяла опять прежнее русло, и у нас бы не было проблем. Вода так только в том году здесь появилась? Почему? 20 лет. 20 лет? С 2001-го и нас подтапливало периодически. Дамбу снесло, дамбу, вон было. Раньше Китой, вон возле того леса. Одной из главных проблем остается финансирование строительства. Провести восстановительные работы за счет муниципальных средств администрация не может. Река Китой – это федеральная собственность. А потому эти расходы будут расцениваться как нецелесообразное использование бюджетных денег. При этом и федеральным властям необходимо доказать целесообразность расходов. Вот здесь же посередине дамбу, шпатину построим. Она выйдет у нас в миллионах. А чем обрабатывать? На произвол судьбы садоводов не бросят. Специалисты окружной администрации продолжают работать с Министерством природных ресурсов Иркутской области. Уже известно, что планируется определить зоны подтопления. А в дальнейшем разработать проектный план по укреплению береговой линии. Елена Шалик, Владимир Селиванов. Местное время.